Итак, рубрика «Качество жизни». Многие люди часто измеряют давление. С вами будем говорить в этой студии о том, как правильно измерять давление. Давайте спросим у зрителей студии, кто считает, что он умеет правильно измерять давление. И вот я вижу первую руку. Прошу вас. Идите к нам. Как вас зовут? Лариса. Вы часто измеряете давление? Ну, утром. Каждый день? Ну, практически каждый день. Себе? Да. Вы сами себе измеряете? Да, сама себе измеряю. Какой у вас тонометр? Ну, вот такой вот электронный. Вот такой? Да. Ну что же, давайте вы продемонстрируйте это для всех нас, как вы это делаете каждое утро. Хорошо. Пошел к процессу. Пошел к процессу? Да. А вы при этом еще параллельно смотрите телевизор, пьете кофе? Нет, ну, кофе я не пью, но телевизор могу смотреть. А почему вы все-таки таким ручным не меряете? Ну, я как-то ручным, честно говоря, не умею пользоваться. Я вот электронным могу. Итак, результаты. 145 систолическое давление, 75 диастолическое, пульс 106. Давайте мы с вами все-таки поговорим о тех ошибках, которые вы допустили сейчас, измеряя давление. По причине того, что они на показания прибора могли очень сильно повлиять. Начнем с того, в кой позе вы сидите. Вы всегда скрестив ноги давление меряете? Обычно как придется. Поймите правильно. Из-за того, в большинстве случаев в инструкции к тонометру четко оговаривается поза, в которой необходимо измерять давление, потому что поза непосредственно отражается на артериальном давлении. То есть вы тем самым искажаете результаты. Честно говоря, я как-то не задумывалась. Поэтому ножки должны стоять параллельно. Давайте поставим, Ларис. Вот так. Дальше. Вы всегда измеряете давление, не сняв предварительно часы. Ну да. Но подумайте сами. Часы, у них есть ремешок, он иногда бывает достаточно тугой, сдавливает артерию. Это, по-вашему, не должно влиять на показания тонометра? Ну, наверное, должно. Влияет. Поэтому часы обязательно необходимо снимать. Снимайте. Угу. Здравствуйте. Вот тот фактор, который наверняка повлиял, вы спустились и сразу начали измерять давление. Угу. Ни в коем случае так делать не надо, потому что измерять давление необходимо после трех-пяти минут отдыха в обязательном порядке. То есть для того, чтобы организм пришел к давлению своему нормальному, не для физических нагрузок, а для обычного спокойного состояния. Скажите, вы после завтрака давление с утра измеряете? Ну да. Давление все-таки необходимо измерять, если вы не принимали никаких препаратов и не принимали никаких стимулирующих напитков. Угу. Если вы пьете крепкий чай, если вы пьете кофе, это, естественно, будет отражаться на вашем артериальном давлении, поэтому лучше, если вы измеряете дома, измерять с утра до физических нагрузок и до завтрака. Угу. Я так понимаю, до приема лекарств. До приема лекарств желательно. С утра человек, естественно, перед тем, как померить давление, должен посетить туалет. Потому что полный мочевой пузырь также влияет на показания прибора. Дальше. Вы опустили руку. В инструкции к тонометру вы наверняка прочитали бы, что рука должна находиться на уровне сердца. То есть идеально вы ее должны положить, а для этого вам придется подвинуться. Давайте я подвину, Лариса. Стульчик подвинуть, потому что человек должен сидеть абсолютно расслабленно. Потому что если человек сидит далеко, ему приходится наклоняться. Тянутся. Это, соответственно, приводит к напряжению мышц и повышению давления. В идеале лучше, если рука будет согнута в локте. Манжета у нас должна находиться на плече. Угу. То есть выше локтевого сустава. Выше локтевого сустава. Угу. Локоть должен находиться на опоре, рука должна быть чуть согнута. Вы измерили давление только на одной руке. Угу. Вы измеряли давление на другой руке когда-нибудь? Нет. Обязательно необходимо это делать, потому что давление на руках может отличаться. Отличаться на 10-15 миллиметров ртутного столба. И вот здесь очень важно, потому что обязательно необходимо брать за отсчет то давление, которое больше. Сколько раз вы измеряете давление обычно? Ну, раз утром. Один. Утром, да. Ну, если плохое самочувствие к вечеру, то могу вечером измерить. Ну, вот необходимо измерять давление все-таки для большей точности 2-3 раза. Смотреть, нет ли отклонений, потому что одно измерение может быть недостаточно точным. Угу. В таком случае необходимо смотреть и выбирать максимально, либо если вы делаете 3-5 измерений, выбирать среднее. Угу. И дальше очень большой вопрос, в какое время производить измерение. Всегда, естественно, желательно, чтобы измерение производилось в одно и то же время. Если человек следит за своим давлением, желательно, чтобы на это не накладывались какие-то дополнительные факторы. Еда, физические нагрузки, нервные переживания. То есть желательно это делать с утра в положении сидя, в той позе, о которой мы говорили. В покое. Да, безусловно. Ну что же, давайте измерим еще раз? Давайте. Давайте. По новым правилам. Вы у нас посидели, отдохнули. Перестали волноваться. 135 на 70 и пульс 90. Космос. Ну, не думаю, что это космос. Не уходите, вы забыли про вторую руку. А, да. А про часы Лариса не забыла. Мы не будем забирать ваши часы, Лариса, что вы. Мы вам все вернем. На самом деле показатели отличаются уже. Здесь вот как раз вот этот фактор отдыха, переживаний, он один из основополагающих, потому что он может приводить к достаточно серьезному повышению давления, учащению пульса. Поэтому необходимо, чтобы человек освоился несколько минут, расслабился, и в таком случае это более достоверные цифры получаются. Здесь мы видим давление 140 на 75 и пульс 87. Пульс изменился незначительно, но давление на правой руке мы с вами видим чуть-чуть выше. Лариса, я думаю, что вы научились. Консультацию получила, полностью научила. Вы все запомнили? Запомнила, все четко. Спасибо. Поэтому вам всегда необходимо измерять на двух руках и смотреть, какой из них выше. Спасибо. Спасибо вам, Лариса. Писаживайтесь. А вот интересно, у кого из зрителей в студии есть дома вот такой ручной тонометр? Ого! А как вы научились? Это интересно. Ну, лет пять назад мама научила. Она гипертоник, все время меряет давление. Вы маме мерите давление? Да. Так, вы? Ну, у меня тоже мать учила. Мама научила. Видите, какие хорошие мамы у наших зрителей. Кто еще умеет поднимите руки? Вы? Я по инструкции научилась. Сколько же вы учились? Сами? Нет, я недолго. Сразу же научилась. Там не тяжело. А вот у кого есть такой-то номер дома, а вот не умеет человек? Кто хочет научиться прямо здесь? Вы? Идите к нам. Сейчас научимся. Прошу вас. Вы же знаете, как правильно сидеть, правда же? Да. Отдохните немножко, успокойтесь. Как вас зовут? Нина. Лежит дома тонометр? Лежит. Пользоваться не умею. Ну что ж, давайте научимся пользоваться ручным тонометром. Давайте. Для начала берем. У вас такой дома, Нина? Да. Ну так, распространенная очень модель. Начнем с правой выходите? Так вот надеваете. Надеваем. Будет лучше, если шланги окажутся у вас вот здесь. Дальше мы с вами манжету аккуратно, не сильно затягиваем. Мы располагаем манометр таким образом, чтобы видеть показания стрелки. И в противоположную руку берем грушу. В данном случае это буду делать я. Сейчас мы воспользуемся очередным чудом технической мыслью. Это стетоскоп, который может сигнал подавать непосредственно в нашу студию, чтобы все зрители могли услышать, как именно бьется сердце. Ага. А люди дома используют обычный стетоскоп, который слышит себя в ушах. Да. Девают. Понимаете, да? Он у вас тоже есть. Да, да, да. Значит, мы располагаем стетоскоп на внутренней поверхности локтевого сгиба. Вот здесь. Что там находится? Там находится артерия. Мы нагнетаем давление в манжете до той поры, пока не исчезнет пульс на лучевой артерии. Угу. После чего мы начинаем стравливать воздух. И когда пульс появился, замечаем эту цифру, продолжаем стравливать и замечаем ту цифру, когда пульс исчез. Угу. Вот та точка, в которой пульс появился, называется верхним или систолическим давлением. А та точка, в которой пульсация исчезла, называется нижним или диастолическим давлением. Именно эти цифры и озвучивают нам, врачи, когда измеряют давление. Вы теперь сможете дома сами это сделать? Смогу. Ну, мы рады, что вы научились этому у нас на программе. Спасибо. Присаживайтесь. Хочу обратиться к нашему постоянному эксперту Илья Вадимович Егоров, врач высшей категории. Илья Вадимович, доктор говорил умные слова. Систолическое и диистолическое, то есть верхнее и нижнее. Что это значит? Здесь надо понимать вот что, что сердце работает в две фазы. Оно работает сокращением, расслаблением, сокращением, расслаблением. Систола, диастола, систола, диастола. То есть систола это момент, когда сердце напряжено и выбрасывает кровь в сосуд. Так вот раньше давление, артериальное давление называли кровяным давлением. Почему? Потому что оно с одной стороны определяется тем, как кровь давит на сосуды изнутри, а с другой стороны оно определяется тем, как сосуды давят на кровь снаружи. Так вот, в момент систолы, в момент выброса сердечного, давление определяется той силой, с которой сердце выбросило кровь в сосуды. То есть эта цифра определяется сердцем, верхняя цифра. А во время диастолы, когда сердце расслаблено, давление будет определяться тем тонусом, с которым сосуды давят на кровь. Именно от того, насколько высокая нижняя цифра давления, поэтому мы можем судить, в каком сейчас состоянии сосудов, в головном мозге, в глазах, в сердце, то есть насколько они сужены. Чем выше нижняя цифра, тем более сужены сосуды по всему телу. Отсюда очень многие трагедии, связанные с повышенным давлением. Хотелось еще спросить о разрыве. Да, верхняя цифра и нижняя цифра. Иногда она бывает, допустим, 120 на 80, 40 она бывает, она бывает чуть больше, а иногда она бывает, допустим, 180 на 90. Да. Чем это опасно? Самая большая опасность скрывается в небольшой разнице. Это называется пульсовое давление. Когда, допустим, давление 130 на 100, вот когда такая вот небольшая разница между систолическим и диастолическим давлением, это опасно для человека и вызывает различные драматические иногда последствия в организме. О чем это говорит? Это говорит о том, что тонус сосудов очень-очень высокий, несмотря на низкий выброс сердца. То есть сердце работает в нормальном режиме, а сосуды в этот момент по непонятным причинам очень сужены. То есть есть реальная опасность инсульта, инфаркта, различных драм. А когда верхнее давление очень высокое, а нижнее нормальное, это обычная ситуация для пожилых людей, у которых есть атеросклероз. То есть сердце каждый раз выкидывает кровь с большим усилием, при том, что сосуды на периферии более или менее в норме. Илья Владимирович, еще так бывает иногда, некоторые чувствуют давление, да, а некоторые, имея высокое давление, допустим, или низкое, неважно, совершенно этого не замечают. Это колоссальная опасность, это бессимптомная гипертония, это очень-очень опасно. И неоднократно в моей жизни бывали ситуации, когда я спрашивал у пациента, как вы измеряете давление, когда вы измеряете? Доктор, я его чувствую, я его чувствую. И мы продолжаем с ним разговор, и в процессе разговора я потихонечку накручиваю ему манжетку, измеряю давление, давление, допустим, 180 на 110. Я говорю, а сейчас как вы себя чувствуете? Нормально. Я говорю, а давление вот такое высокое. Это означает, что гипертоник, если у человека есть гипертония, он должен четко понимать, что отслеживать артериальное давление, он обязан регулярно, систематически на фоне лечения. А почему он его не чувствует? Потому что постепенно сосуды адаптировались, головной мозг адаптировался, но трагедия неизбежна в этой ситуации. Считается так, что средний срок жизни при гипертонии не леченый, средний, средний, где-то 6 лет. От момента начала гипертонии до апоплектического удара, как его называли в старину инсульт. То есть это на самом деле здесь необходимо лечить давление, это то, от чего умирают. Это первая причина смерти людей в мире вместе с атеросклерозом. То есть к нему нельзя относиться безразлично. И халатно. И халатно. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вот такая, как выяснилось, непростая процедура измерения артериального давления, но при этом...